Так, берем, да? Нет, лезвие должно идти по линейке, вот так. Вот так, да? От себя. А, от себя. Да. И силой нажимаем. Силой. Лоскутному мастерству Вера Павловна научит любого. Из крошечных кусочков разноцветной ткани она складывает прихватки, ковры и картины, создает коллекции одежды, превращает творчество в настоящее произведение искусства. Говорит, каждая работа – это вызов самой себе. Это получается, наверное, преодоление себя, что я смогла. И ты становишься на полступеньки выше. Это получается, что я, помимо того, что я изготовила, я что-то узнала новое, я чему-то научилась, особенно если вот одежда с лоскутными элементами. Со своими творениями объехала несколько городов, была в Белоруссии и Дагестане. Приняла участие в крупнейшей выставке года «Уникальная Россия». От этого события остались незабываемые впечатления. Янтарь из Калининграда приезжали, и Бурятия приезжала. Бурятия показывала коллекции. Они представляли свои не только одежду, но и продукты. Мед привозили, что я там еще видела. Фарфор привозили, Дулева приезжала. Себя показали, на других посмотрели. Через мастеров открылась на выставке вся наша страна. Богатая и невероятно талантливая. Они показывают, они делятся, они продают. Идет обмен, и это очень здорово и очень интересно. И когда бываешь на таких мероприятиях, понимаешь, что мы все-таки рукодельные, что мы можем что-то делать. Эти умения необходимо передавать и делиться, что и делает Вера Павловна. В культурно-спортивно-досуговом центре Ершовская она занимается с детьми и взрослыми лоскутным шитьем. Учат, что в каждую такую работу необходимо вкладывать частичку души. Вы сюда вкладываете душу. То, что вы трогаете руками своими, название «ручная работа», вы вкладываете сюда свою душу. И правда. Ведь душа, она материальна, душа, она живая. С 96-го года золотые руки мастера стали пополнять костюмерную досугового центра. Сейчас нарядов сокровищницы не пересчесть. Каждому выступлению свое уникальное платье, сарафан, головной убор. Сколько здесь у вас костюмов? Костюмов очень много. И как рождается костюм? Мы женщины. Мы начинаем репетировать. И сразу начинается в голове рой. А что мы оденем? Впереди много планов, поезда, конкурсов. Уверена мастерица. Но главная радость – горящие глаза ребят. Их желание учиться создавать чудо и делать с помощью разноцветных лоскутков этот мир ярким и красивым. Полина Бахова, Станислав Трифонов, Олег Мещерский. Телекомпания «Одинцова». Это морозами. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.